Привет-привет! В нужное время на нужном канале вновь встречаемся мы с вами. В эфире я, Муту Гулина Гульфия. На лучшем молодежном канале Универньюз самые интересные новости сегодня. Татарстан многонациональный. В КФУ с визитом прибыла профессор университета Майами Дина Бирман. Гетте-институт совместно с Казанским федеральным университетом организовал Зимнюю Академию. Татарстан является одной из самых многонациональных территорий России. По данным Всероссийской переписи населения 2016 года, представители свыше 173 националистей проживают на территории республики. Вопросом, как вместе жить и учиться в мире и согласии, заинтересовался и Казанский федеральный. О том, с какими специалистами будет сотрудничать университет и какие будут приняты решения, расскажет Анна Глазунова. В Казанский федеральный со своим визитом прибыла профессор университета Майами Дина Бирман. На встрече с ректором университета они обсудили важные вопросы по направлению мультикультурная подготовка учителя. В рамках проекта стратегической академической единицы «Учитель 21 века». Миграционные процессы особенно. Они в последние годы стали важными, злободневными для многих стран мира. И Российская федерация не является исключением. С российской стороны ответственность за мультикультурную подготовку учителя возложена на Институт психологии образования Казанского университета. Ученые уже представили профессору университета Майами несколько своих научных проектов по тематике адаптации мигрантов и мультикультурной подготовки учителя. У нас шли семинары, неоднократно выступала сама профессора Бирман. И сейчас, до момента ее следующего приезда в мае, мы будем заниматься реальной работой, мы будем проводить исследования, мы будем делать замеры, мы будем работать в школах, мы будем работать в мигрантских семьях, для того, чтобы получить вот как раз-таки тот научный результат, которого нас ждет Казанский федеральный университет. Визит профессора Бирман был очень важен для построения плана в цели и задач на дальнейшее сотрудничество. Должен быть мост какой-то, через который можно пройти, для того, чтобы объяснить, что происходит здесь, как это отличается от того, что происходит там. Вот с этого надо начинать, потому что термины разные, истории другие, традиции другие, но темы очень похожи. Вот как их связать, как, наверное, я буду мостом таким. Темы миграционных вопросов профессор Бирман заинтересовалась еще в 1991 году, когда защитила диплом и устроилась на работу в бюро федерального правительства штатов, которое занималось беженцами. Почти семь лет она была экспертом по психологическим проблемам беженцев. Сейчас в университете Майами она занимается исследованиями в этой области. Это моя история тоже личная. Я приехала в Америку, мне было 12 лет, я приехала из Советского Союза, меня привезли родители, и тоже были трудности. И в то время быть американцем в России и русским в Америке было очень сложно, это было 70-е годы. О своей поездке в Казань профессор Бирман рассказывает с интересом. Это ее первый визит в наш город и Казанский университет. Я знала, что это один из великих университетов России, но я не знала, что ожидать. Мне очень понравилось здесь и город, и гостеприимность всех в университете. Вот тот интерес, который здесь, и возможность это изучать, это, по-моему, очень ценно и актуально. Второй визит Дины Бирман состоится в мае следующего года, где можно будет конкретнее поговорить о результатах. Хотя сейчас уже можно сказать, что у совместной работы американских и казанских ученых по этому направлению достаточно многообещающее будущее. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюз. Часто вы моделируете и заранее прогнозируете ситуации? Да? В КФУ для этого дела собираются создать целый ситуационный центр. Давайте не будем гадать, для чего он нужен, а узнаем в следующем сюжете. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров рассмотрел возможности создаваемого в университете ситуационного центра. Ситуационный центр КФУ – это стратегическая структура сбора, анализа и прогнозирования. Создание такого центра способно не только отслеживать ситуацию в стране и мире, но и предлагать возможные варианты развития этой ситуации. Этот вопрос обсудили на встрече представители компании ABC. Создать центр планируется в Институте международных отношений истории и востоковедения. Анастасия Иванова, Руслан Урозаев, Универ Ньюз. Европейский союз стремится расширить сотрудничество со странами Восточной Европы, в том числе и в сфере образования. Так в Казанском федеральном университете состоялось открытие Зимней академии образования с Европой. Подробности прямо сейчас. 9 декабря в Казанском федеральном университете состояла встреча руководства КФУ с руководителем Департамента экономики посольства Германии в Российской Федерации Томасом Графом. Обсуждало сотрудничество Казанского федерального университета с научно-образовательными центрами Германии. В рамках программы «Восточное партнерство» Гёте-институт совместно с Казанским федеральным университетом организовал Зимнюю академию образования с Европой, которая будет проходить с 9 по 11 декабря этого года. Можем много говорить об истории, но надо всегда помнить, что история делается сегодня, история делается сейчас. И я хочу пожелать вам, чтобы вот эта Зимняя академия стала такой же весомой историей в череде других историй сотрудничества Казанского университета, немецких ученых в истории сотрудничества России и Германии. Зачем нужна академия? Руководитель Департамента экономики и науки Томас Граф рассказал об этом подробнее. В первую очередь для доверительного диалога между людьми, делающими одно дело в разных странах. И, конечно же, для обмена информацией об инновациях в образовании и опыте участия в международных программах и проектах. Образование – это не цель университета, а познание. Вот эта цель, отметила руководитель языкового отдела университета Гёте Анна Ренате Шонхеген. Зимняя академия включает обсуждения актуальных общественно значимых тем в форме парламентской модели, подиумных дискуссий, практических семинаров. В проекте участвуют около 50 молодых руководителей разных уровней, работающих в государственных и негосударственных образовательных учреждениях России, Германии и восточноевропейских стран. В своих докладах они затронули актуальные проблемы современного образования. Привлечение как иностранных студентов, так и привлечение иностранных специалистов в университет. Это позволяет и улучшать учебные планы, само преподавание, использовать наиболее современные методы. И это конкурентность, которая сейчас во всем мире с каждым годом все сильнее. Больничный клоун из Татарстана получил медаль за героизм и мужество. Руководитель организации больничный клоун Константин Седов был награжден за вклад в дело социально-психологической реабилитации тяжелобольных детей. Инициатива разрешить водителям пожарных машин и скорой помощи таранить автомобили. Общественная палата Российской Федерации предложила разрешить водителям пожарных машин и скорой помощи таранить неправильно припаркованные машины в случае, если они мешают въезду во двор. За сутки с улиц Казани вывезли более 5000 тонн снега. Всего на улице города было задействовано 544 дорожных рабочих и 574 единиц специальной техники. Новогоднее шоу состоится на острове Град-Свияж. Гости представления смогут принять участие в богатырских поединках, перетягивании каната, волшебных эстафетах, прыжках через огромную скакалку. В Казани представят точную 3D-копию Рустама Миниханова. Ее представят на республиканской выставке-конференции в сфере высоких технологий и инноваций High Future. В Казани в рамках новогоднего путешествия прибыл Дед Мороз. Главного зимнего волшебника в столице Татарстана ждет обширная программа с посещениями школы и участием интерактивной программы для горожан. КФУ и Римский университет подписали соглашение о сотрудничестве. В планах ученых двух университетов совместные исследования по таким направлениям, как разработка новых хранилищ для электроэнергии, переработка биомассы и моделирование кинетических процессов окисления. В Татарстане в 2017 году на обычной дороге собираются выпустить беспилотный автобус. Отметим, ранее сообщалось, что первые беспилотные автобусы могут появиться в России в 2018 году на территориях бизнес-парков, высовочных центрах, наукоградах и музейных комплексов. 8 декабря состоялся праздничный концерт, посвященный 55-летию Кафедры народных инструментов Казанской государственной консерватории имени Жиганова. В этот вечер выпускники и учащиеся показали весь свой талант, мастерство и умение. Как это было, смотри в нашем следующем сюжете. 8 декабря в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева состоялся концерт, посвященный 55-летию основания Кафедры народных инструментов Казанской государственной консерватории имени Жиганова. Кафедра была открыта в 1961 году. Оркестр народных инструментов, появившийся через несколько лет после открытия кафедры, стал в этот вечер главным участником концерта. Вместе с коллективом выступили молодые солисты, лауреаты международных конкурсов, яркие музыканты, исполнители народных инструментов и певцы. Я смотрел какой-то концерт по Первому каналу, по-моему, и то ли модерн токинг показывали, и такой инструмент был, расческа называется, вот синтезатор вешался вот на шею. И мне очень понравилось, я сказал, папа, я говорю, хочу вот так же вот играть, а меня папа отдал на баян. Любому творческому человеку присущи, скажем так, кризисы какие-то, вот, но я думаю, что все равно, когда начинаешь это все переосмысливать, понимаешь, что это то дело, которым ты хочешь заниматься, которым ты занимаешься с удовольствием. Программа концерта состоялась в популярной классике, оригинальных произведениях для народного оркестра, а также обработке народных песен. В этот вечер каждый из инструментов был представлен в качестве солирующего. В музыкальной культуре нашей страны особое место занимают русские народные инструменты, их отличает тембровое разнообразие и выразительность. Здесь и свирелевая грусть, и плясовые балалаечные наигрыши, и шумное веселье ложек и трещоток, и тоскливая пронзительность желейки, и, конечно, богатейшая баянная палитра, вбирающая в себя все оттенки музыкального портрета русского народа. На этом у меня все. И помни, то, что необходимо, неизбежно произойдет. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!